Доброе утро! Скажите, а где вы видите будущее нашего государства? В России или в Европе? Я не хочу сейчас много глагольствовать на эту тему, у каждого своё мнение. А какое у вас? Я вам его не озвучу. Почему? Я не хочу на самом деле выставлять свои политические, так сказать, домыслы. А у вас? Я, если честно, не хочу вмешиваться в это. Скажите, как вы видите будущее нашего государства с Россией или Европой? Конечно, с Европой. Россия – это прошедший этап. Почему вы так думаете? Потому что будущее – это всё равно Россия. А ваши дети поддерживают? Конечно, Европу. Европейские. Знаете, ваши родственники, знакомые, может, шли в военкоматы, просто были случаи агрессии со стороны России? Я племянник, он пошёл. Как вы видите будущее нашей страны с Европой или с Россией? Лучше всего, если мы с Европой и с Россией идём. Но если так не получается, можно только или с Европой, или с Россией? Ну, знаете, трудный вопрос. Все родственники живут у меня в России, сам я русский. А прожил всю жизнь вот в Луганске. Ну, вы считаете, сейчас Европа подаёт пример больше или Россия? Европа подаёт пример, то, к чему мы должны стремиться, по крайней мере. Россия такого примера, к сожалению, не подаёт. Ну, а вы как гражданин Украины, но просто по национальности русский, да? Скажите, а как вы относитесь к военной агрессии со стороны России? Отрицательно. Отрицательно, да? Да, да. Я хочу с Россией. Как она будет? А вы видите, сейчас Россия подаёт больше пример, на который нужно равняться, или Европа? Россия подаёт лучше. А можете привести какой-нибудь конкретный пример? Россия нас никогда не предавала. Америка влезала и эти страны. Англия и другие влезали в дела других стран. А где вы видите будущее нашей страны? В Европе или в России? Да, сейчас я с Россией. С Россией. С Россией? А почему? Ну, я не знаю. Просто так, да? А вы знаете о том, что Россия проявила военную агрессию к нашему государству? А как вы это расцениваете? Ну, я считаю, что на самом деле ещё это не утверждено. То, что в нём творится. И я считаю, что всё уладится, скажем так, но лучше бы мы были бы с Россией. Так как я считаю, что у нас будет экономика получше, если мы будем в России. И, соответственно, если будет Европа, то наша экономика вообще по-настоящему будет. И пусть дальше ставит нас на колени, да? Ну, в любом случае уже всё. Капец, ну, смотри, ладно, изменить. Вы луганчанка? Да. Скажите, а как вы видите будущее нашего государства? С Россией или с Европой? С Европой. Европа? А почему? Потому что. Ну, есть какие-то основания для этого? Я думаю, есть. Есть, да? Конечно. Но вы не будете уточнять. Ну, поживём, посмотрим. Один человек ничего тут не решит. Тут нужно решать только вместе. Вместе всей страной. Россией. А почему? Не были уже. Я по-русски работаю. А о молодёжи? Вы думаете, вот молодёжи где было бы лучше? В России или в Европе? Кому как. Это появляется. С Россией или с Европой? Ну, в принципе, я не против России. Дело в том, что я за федеральное устройство. Ну... Нашей Украиной. То есть вы видите... В составе Украины пусть будет всё. Ну, вот. Федерализация. Федерализация, да? Да. То есть вы за союз с Россией, получается? Ну, почему? Это не обязательно. Потом посмотрим. Это интернет-ТВ «Голос народа». А где вы видите будущее нашего государства? С Россией или с Европой? С Россией. Я больше вижу с Европой, чем с Россией. Не нужна нам Россия. Ребят, какая Европа, когда даже ещё дороги не отстроили? Россия нам не нужна. Нужно нормальное наше государство сделать. А как вы относитесь к военной агрессии со стороны России? Я лично негативно к этому отвечу. Тоже негативно. Но вы всё равно хотите в Россию? И Крым нужно? Должно остаться. Нужно, тем более. А вообще, если меня тот, кто ушёл, придёт на него ещё хуже. Поэтому... Людьми надо быть. Спасибо большое. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова